Добрейшего здоровья всем, ребят! Меня зовут Александр, у меня сахарный диабет уже более 30 лет. И сегодня будет видео по тем темам, которые вам, наверное, больше всего интересны. Это слезы, сопли, трэш, секс. Давайте начнем! Тема сегодняшняя будет связана с Freestyle Libra. Вы уже смотрели видео, что мне подарили один сенсор и ридер, девушка-подписчица моя из Германии. Вот, в общем-то, сегодня хочу поговорить об этом. Давайте сейчас я померяю сахар с сенсором. Вот, вроде бы нормально идет. Но еще осталось два дня. Два дня, в общем-то, и все, сенсор работать перестанет, и на другое у меня денег нет. Опять же, я начну пользоваться своим глюкометром Stelit Express. Ну, разумеется, проколоть пальцы и пользоваться полосками так часто, как здесь мерить не получится. Кстати, если вы пользуетесь тоже глюкометром, или вообще вам нужны какие-то средства самоконтроля, полоски для вашего глюкометра, ланцеты, что-то еще, спиртовые салфетки даже, вы можете обратиться на сайт, в интернет-магазин Диамарка. Можете там купить, это те люди, кто меня смотрит уже давно, которые мне помогли с клипсой для инсулиновой помпы. И я уверен, что там работают люди, не которые просто с вас денег тянут, а действительно, которым, в общем-то, важно общение с своими клиентами, важно общение с диабетиками, и вообще важно ваше здоровье. Так что, если вы думаете, какой интернет-магазин выбрать, где чего купить, пожалуйста, переходите в Диамарка, я уверен, что они вам обязательно подскажут и помогут. Ссылочка на сайт, на группу ВКонтакте будет в описании. Как я уже говорил, что через два дня срок сенсора истекает, и, в общем-то, на другой у меня денег нет, потому что немецкие сенсоры стоят 6000 рублей каждый, плюс пересылка, ну, так, округлим в меньшую сторону, пусть, получается, нужно два сенсора на месяц, получается 12000 рублей. Давайте так подсчитаем. Я использую помпу, как вы знаете, да, от помпы я отказываться не собираюсь. Те люди, которые мне постоянно говорят, пишут, что можно и на ручках контролировать сахара, да, или там еще что-то такое, да, ну, почему вы тогда не используете стеклянные шприцы, вообще очень дешево, просто набрали инсулин иголкой, воткнули себе в руку, там, в живот, в ногу, и все, и пошли, прокипятили потом, тем более вы один колите, можете кипятить его, там, чуть ли не раз в месяц, и все будет нормально. Почему вы так не делаете? Не хотите, потому что вам неудобно. Вот и я не хочу снимать помпу и колоть шприц-ружками. Ну, это как бы ладно, я чуть отошел от темы, и я сегодня проводил стрим, ну, для вас уже, наверное, это уже будет не сегодня, смотря, когда вы будете смотреть это видео. Стрим, наверное, я уже удалил с канала, но суть в том, что стрим был, ну, я человек вообще, я не стеснительный, да, я могу показывать и рассказывать все, говорить всем все в глаза, я ничего не боюсь, у меня как бы канал называется «Вся правда». Поэтому я и высказываю всю правду. Мне наплевать, что мне за это будет, я знаю, что я за это пострадаю, но это правда, я буду ее говорить. И тем людям, все, кто ноет, там, я не знаю, скачет, может, у них шило в жопе, все, им что-то спокойно не сидится, они все как-то пытаются меня оскорбить, что-то задеть как-то, ну, вообще мне на их мнение вообще наплевать. На их мнение будет не наплевать там их мамам, папам, детям, бабушкам, друзьям и так далее. А всем остальным здесь на их мнение вообще плевать. Мне не плевать только на мнение адекватных людей, которые дают мне адекватную критику, которые дают какие-то советы адекватные, может быть, о чем-то спрашивают, хотят поговорить. Таких людей, да, я слушаю, пенсии всего лишь 14 тысяч, плюс на помпу я использую, ну, трачу в месяц где-то около 6-7 тысяч рублей. Ну, плюс еще вы понимаете, да, что я не святым духом питаюсь, в общем-то, я живу, и мне нужно, ну, вообще как-то существовать на какие-то деньги. Я сделал стрим, чтобы, ну, вот, попросить пожертвования на вот этот вот ридер, ну, я сначала хотел на немецкие сенсоры хотя бы, чтобы один купить, хотя бы 6 тысяч рублей набрать. Потому что, ну, я уверен, что я за два дня не наберу, но хотя бы там через неделю, месяц, два месяца хотя бы. А потом подумал, что все-таки буду уйти до конца и буду собирать на русский ридер и на русские сенсоры уже, потому что они в дальнейшем будут дешевле. И плюс они на русском языке и показывают не в миллиграммах, а в миллимолях. Ну, сами понимаете, да, ну, лучше иметь ридер и, ну, вообще на русском языке, да, или чем там на немецком, или на каком-нибудь португальском. Ну, вы сами понимаете, если вы купите что-нибудь, там, тот же телевизор, глюкометр, вот, но вам будет неприятно, если инструкция будет на китайском языке. Да, я стал просить как бы просто у людей, я не стал требовать, я не стал никого заставлять, я не стал никому там угрожать, там, за веревку их тащить, или как котенка носом, да, тыкать там, что вот-вот, давай-давай, плати. Нет, как бы пожертвование – это дело добровольное, пожалуйста, кто хочет, тот может. Плюс я не прошу там какой-то определенной суммы. Сумма вообще может быть любая, начиная от одного рубля, там, даже от одной копейки, я не знаю, смотря если на банковскую карту, там можно хоть одну копейку. Это неважно, я любой сумме буду благодарен, и начинаю там до бесконечности. Очень много людей сегодня, ну, пожертвовало мне денег, ну, как много, для меня это много, да. Конечно, той суммы на датчик 6 тысяч не набралось, там, даже и половины-то не набралось, но все-таки для меня даже там 100, 200, 1000 рублей, для меня это уже очень много. За что я вам огромнейшее спасибо. Либо я не буду называть их не имена, потому что, ну, я считаю, что боготворительность – это дело интимное, и, ну, не надо об этом никому знать, я считаю так, что… Но они знают, кто это, кто эти люди, и им вообще огромнейшее, огромнейшее спасибо, как говорится, от души душевно в душу. И потом начали люди там писать мне в комментариях, там, ВКонтакте под моим видео, да, там, в личку стали писать, также в чате писали, там, говорит, иди, говорит, работай, что-то здесь попрошайничаешь, нужно работать, ну, это первый контингент людей такой. А вторые писали там, ну, как бы они поддерживали меня, говорит, да, да, все понятно, но ты, говорит, попробуй туда, ну, я и сам бы как бы на работу какую-нибудь устроился, да, ну, допустим, вот удаленную работу в интернете я бы, ну, вполне, я бы каждый день бы прям выбивался, я бы вставал бы в 6 утра, там, и до 12 бы сидел за компьютером с своим единственным глазом, который уже практически ничего не видит, сидел бы и выполнял бы свою работу адекватно, чтобы мне в месяц хотя бы платили, там, ну, не знаю, там, 10, 15, 20 тысяч рублей, чтобы, ну, даже, там, 12, да, 15, чтобы хватало на эти сенсоры. Вот, готов, 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 и мне, как бы, люди говорят, вот там-то попробуй вот это, попробуй это, но поскольку я могу вам сказать, что я в интернете уже давно, и в интернете такой работы, в общем-то, нету, нельзя в интернете прям сразу же сесть за компьютер, да, и начать зарабатывать, там, 15, 20, 40 тысяч рублей, в интернете можно или начать зарабатывать, там, я не знаю, какие-то копейки реально, которые в месяц, там, если каждый день работать, заработаешь на буханку хлеба, или нужно сначала заплатить за какое-то обучение, и ни то не факт, что это все получится, и твоя работа, профессия, которой ты научился, будет востребована, и ты будешь зарабатывать, там, зарабатывать хотя бы, ну, не знаю, там, 10, 20, 30 тысяч рублей, вот, они начинают меня учить, что-то там, ну, знаете, себя таких экспертов строят, которые, в общем-то, сами-то ничего не знают, вот, но пытаются чему-то научить, когда таких экспертов много, и по диабету тоже, и я вот хочу таким людям сказать, да, допустим, а вот что я делаю плохого, то, что я вот взял и попросил денег на то, что мне нужно, я не стал врать, что мне там нужно на что-то, а потом их пойти там где-нибудь и просадить все, там, я не знаю, в казино или еще где-нибудь, да, или купить там себе что-нибудь, но не эти сенсоры, или просто там потратить их, не знаю, там, на подарок, там, дорогому своему себе человеку, да, потому что я не могу заработать на это. Я же никому не соврал, не знаю, почему еще что-то сделал плохого, я ведь не украл, я никого не обманываю, я никого не избил, я не знаю, никого не обманул, еще раз говорю, я просто попросил, да, и что такого в том, что я попросил на свое здоровье, на свою жизнь, я попросил лишь только денег на то, чтобы контролировать сахар, и чтобы мое здоровье было в норме, да, чтобы почку, ту, которую мне пересадили, чтобы она не отверглась от этих сахаров, не отторглась моим организмом. Что вот в этом плохого, я не понимаю. Я же не прихожу, там, вот к ним домой, да, и не говорю, ну что вы, козлы, давайте мне свои деньги, потому что я хочу так. Нет, это дело-то добровольное, говорю же. Или вы хотите сказать, что если бы у вас, не дай бог, произошла бы такая ситуация, да, чтобы вашему здоровью или вашей жизни бы угрожало бы что-то, за что нужно было заплатить или здоровью или жизни ваших, там, детей, родных, близких, друзей, вы хотите сказать, что вы бы не стали попрошайничать? Вы бы стали бы. Вы бы стали бы унижаться, вы бы стали воровать, вы стали грабить, убивать, обманывать, только чтобы заработать на то, чтобы вам или вашим близким было бы хорошо. Вам бы на всех, на весь мир было бы наплевать. Вы бы и предали бы, и друзей бы, и родных, и, там, не знаю, и знакомых, только чтобы помочь себе, своему здоровью и своим близким. Так что я не понимаю вообще, что я такого делаю плохого, что вот начинают меня все обвинять. Ну, хотя вы можете обвинять, это ваши, как бы, проблемы, и они меня не интересуют. Но все-таки вот просто захотелось высказаться вам. Хотя вы тоже не ответите, потому что вы просто боитесь отвечать на такие вопросы, а боитесь потому, что не знаете, что ответить. Другой контингент людей вроде такой более лояльный, но он, как бы, говорит, попробуй вот там устроиться на работу, попробуй вот там, попробуй вот туда сходи, попробуй туда съезди, почитай вот этот вот сайт есть, найди вот это вот. Ну, это, конечно, это уже легче, это понятно, да, но, опять же, они не берут во внимание, ну, я заметила, большинство людей моих, вот, зрителей, моих подписчиков не берут во внимание то, что у меня не просто сахарный диабет, как у вас. Вы болеете там, да, там полтора месяца или там полтора года, И у вас все хорошо. Понимаете, у меня диабет уже более 30 лет. В марте будет 31 год я болею с сахарным диабетом. У меня было 5 операций на глаза. Стоит один протез. А второй глаз видит вообще плохо-плохо. У меня там периодически сводят ноги. Я 3 года был на гемодиализе. У меня рука вся из колода. И там стоит фистул, ее периодически сводят. У кого стоит фистул, тот знает. У меня пересажена донорская почка. И вы думаете, со всем вот этим набором, с этим букетом, вы думаете, так легко куда-то съездить, что-то почитать, куда-то сходить. Вот если я показываю видео, что ездию в Москву, там анализы сдавать, или вот хожу, гуляю там где-то по городу, когда я снимаю видео, или еще куда-то хожу. Вы думаете, это мне вот так вот легко дается? Для меня даже вынести помойное ведро, дойти до помойки 150 метров, для меня это, понимаете, проблема. Скажем, я выхожу, вот сейчас вот зима, снег, да, белый, я выхожу днем, особенно когда солнце светит, я выхожу из подъезда, и вот вы, когда выходите из подъезда, для вас как есть тропинка, да, там снежок лежит, там где-то лед, там асфальт, еще чего-то, а я выхожу, для меня просто белый лист. Для меня нету никаких ни сугробов, ни ямок, ни дорожек, ничего нету, потому что у меня все сливается в одно. И мне вот нужно идти, и я иду по памяти, я помню, где-то когда-то есть тут дорога, я знаю, и я по ней иду. И если я чувствую, что я вступаю куда-то в сугроб, я сворачиваю там правее или левее. Вот так вот я хожу зимой. Поэтому я стараюсь ходить зимой, когда темнеет, а летом, наоборот, когда еще светло. Зрячему, ну, человеку вообще не понять, там, у слепого человека или того, который плохо видит. Я говорю, чтобы вы хоть примерно, хоть на полпроцента поняли, как это, вы наденьте очки. Очки, чтобы вот только вот через вот такие большие линзы, чтобы у вас все расплывалось. И походить хотя бы час-два по своему городу, походить по незнакомым местам, по лестникам походите. Вот вы думаете, мне вот легко, скажем, в метро ходить, да, вот по лестникам спускаться в метро или подниматься. Когда ты спотыкаешься, падаешь там. Особенно вот кто в метро ездил, знает, когда вот переходы между станциями, и надо вот к платформе спускаться через переход. Идешь и спускаешься по лестнике к платформе. Там все люди бегут, там в метро, там не 10 человек. Там миллионы. И все не бегут, все торопятся. И там как бы тормозить тоже нельзя. И ты бежишь по этим лестникам, спотыкаешься, падаешь. Вот попробуйте там вот в очках пройти, точно упадете, башку себе расшибете. А я вот как-то по памяти хожу, привыкаю. Не надо сейчас меня жалеть, там говорить, что я опять плачу. Хотя если хотите, говорите. Мне вообще наплевать. Я понимаю, что адекватные умные люди такое никогда не скажут и меня полностью понимают. И поэтому для меня любой шаг, он как бы, ну он с трудом. Даже сейчас еще более-менее, да, лучше вижу. А раньше, когда видел вообще плохо, я, допустим, когда шел по лестнике, я запоминал, сколько ступенек на лестнице. Я практически каждую лестнику в своем городе знал. Я знал, что на этой лестнике там 10 ступенек, на другой 13, на другой 3, на другой 8. И я шел и считал. Я считал ногами. Значит, если я прошел 8, значит, дальше ступенек нет. Я не видел, есть ли там ступеньки или нет, потому что они все для меня сливались. А сейчас, тем более зима, во-первых, скользко, да, во-вторых, все белое, ничего не видно. И когда еще солнце светит, это еще в два раза хуже. И что еще хотел сказать, как бы, ну, понятно, что у кого-то там, ну, кто-то не хочет, да, может быть, для кого-то принципы, кто-то, ну, кого-то нет денег, да, пожертвовать, кто-то там, ну, что-то еще как-то. Но есть такие люди, понимаете, кому жалко. Ему действительно есть деньги, но им жалко. Они просто, я не знаю, они там за 100 рублей вообще удавятся. Вот. Это такие люди, что, ну, короче, им жалко, да. Я вам хочу сказать, что давно, когда-то очень давно был такой великий полководец Александр Македонский в Древней Греции. Он завоевал полмира, понимаете. Но когда он умер, он приказал похоронить себя в пустой гробнице и с пустыми руками, чтобы этим показать, что с собой отсюда ничего не возьмешь. Понимаете. И вот вы вот так же, кто вот жадный человек, да, вот деньги они вот копят, 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 потом вы их с собой, эти деньги все равно не заберете. Понимаете. На том свете деньгами не расплачиваются, там другие ценности. Но с вас там все равно спросят. Те люди, которые вот адекватные, нормальные, понимающие люди, да, они сегодня и донатили, там, да, и присылали, и даже просто поставили лайк. Если вот, не знаю, у человека нет денег, да, он просто напишет приятное сообщение, да, там, говорит, все нормально у тебя будет, держись там, все хорошо. Понимаете. А те, кто, ну, неадекватные, там, больные, я не знаю, дебилы, что ли, они, они начинают всякую хрень писать. Ну, это хотят такие люди, понимаете, им хочется пописать. Им только вот пописать, пописать. В лицо они никогда ничего не скажут. Они, ну, просто, они, во-первых, морального права не имеют, а, во-вторых, они просто испугаются. В интернете говорить легко, писать легко, интернет терпит, это все, пожалуйста. А в лицо никто никогда ничего не скажет. Потому что, ну, трус. В общем-то, я буду все равно собирать деньги на русскую либру, потому что, ну, во-первых, как я уже говорил, на русском языке, а, во-вторых, это все будет потом стоить дешевле. Кто скажет, что лучше покупать Dexcom? Я вам скажу, что Dexcom для меня неудобен. Да, пусть он стоит дешевле, но он неудобный. Во-первых, он больше. Во-вторых, ставить его так же самому неудобно. Он, конечно, человек ко всему привыкает, но все равно. И мне кажется, он как-то, ну, не такой, не подойдет он мне. Понимаете, это, знаете, так же. Вот опять же, можно про шприц-ручки, стеклянные шприцы, да. То и то колет инсулин, да. От того и от того так же будет хорошо, ну, смотря как колоть, да, или плохо, если не колоть. Но, опять же, люди же не пользуются стеклянными шприцами, потому что им неудобно, не нравится, не хотят они. Но вот так же и я. Хотя они дешевле. Понимаете, так же и я. Я не хочу пользоваться Декскомом, потому что для меня лучше и удобнее это Либра. А кто скажет, что они, ну, не пищит, Либра не пищит, когда сахар или низкий, или высокий. Во-первых, там можно купить девайс, что она будет пищать, это раз. А во-вторых, я пока что, слава богу, чувствую сахара, когда у меня падают или повышаются. И мне вот это вот, чтобы она пищала, да, в общем-то, ну, пока что, слава богу, не требуется. Потому что я даже ночью во сне просыпаюсь, когда у меня низкий сахар. Ну, все, в общем-то, сбор средств я, значит, буду продолжать, ребят. Всем огромнейшее спасибо, кто мне помогает, кто в дальнейшем поможет. Ссылочки, конечно же, будут в описании, но будет всего же две ссылки. Это карта Сбербанка. Те, кто живет в России, у кого есть карта Сбербанка, те могут вполне на нее перевести. Кому не жалко, сколько не жалко. Кому жалко, вообще лучше даже прямо вообще не переходите в это описание и просто уходите отсюда, и все. А кому не жалко, те могут перевести или на карту Сбербанка, или будет ссылка, где можно перевести из любой страны, с любой карты, любого банка, с любого телефона, с любого электронного кошелька. Можно перевести также любую сумму. Я вам буду всем очень признателен и благодарен, потому что я в вас уверен, я вам полностью доверяю, потому что когда-то мы собрали, вы собрали мне на новый протез глаза. И за что я вам очень благодарен, потому что именно тогда вот эти вот 10 тысяч, которые мы собрали, они мне очень сильно помогли, ребят. Еще раз всем спасибо, кто донатил. Также спасибо, кто будет донатить. Огромнейшее вам спасибо, потому что я на вас надеюсь, я в вас верю, ребята. Также переходите в мои группы ВКонтакте, все ссылочки полезные будут в описании, также на мой инстаграм, подписывайтесь на канал, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки обязательно. Ну а сейчас мне нужно идти монтировать видео, я не знаю, сам успею или нет. Если нет, опять же, зайду в ту группу, про которую я говорил, где занимаются монтажом, и попробую попросить там за определенную цену. Ну, там подешевле, я думаю, все-таки мне там тот парень, который делает, обязательно поможет. Ну а с вами был канал Сахарный диабет. Вся правда. Меня зовут Александр. Здоровья вам и вашим близким. До новых встреч.